Пятый канал и группа компании Киноотелье представляют. Давай, давай, ищи, 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 ну что, собака теряет след здесь, там же ничего нет, странно, конечно, но, наверное, это из-за другой собаки. Значит, след теряется здесь. Да, видимо, преступник подходил сюда. Неверов допрашивал заявительницу и соседей, они говорят, что никого сегодня не было. Не верующий, проходи. Да. Я знаю. Ищи, ищи. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Неверов! Скорая! Следователь Протасов! Срочный вызов на Короленко-6! Ножевое ранение! Пульса нет! Срочно! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Блокирует подъезды дома! Задержит всех, кто выходит! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Давай, давай, давай. Почему до сих пор нет криминалиста? Выяснить, оставил преступник отпечатки пальцев на двери. Он был без перчаток. Действуйте. Диана Максим, Данилович. Из дома никто не выходил. Ребята прочесали все по отъезду крыши чердака. Скорее всего, преступник ушел по пожарной лестнице. Она с другой стороны дома. Блотов, как могли его упустить? Он был у вас под самым носом. Это я виноват, Елисей Данилович. Нужно было с ним идти. В протоколе допроса заявительницы указано, что здесь каждый день собираются картежники. Да, видимо, не каждый. Сегодня-то их нет. Личности установили? Да, первым делом. Это Вениамин Козлов и Егор Евсеев. Только ни того, ни другого нет дома. Может, они себя новое местечко облюбовали под казино? Видимо, так. Собака потеряла след именно здесь. Как у нас ушел убийца Неверова? По пожарной лестнице? Думаете. Побудь здесь. Еще. Мужик, ты кто? Следователь. Веня, врежь ему и валим отсюда. Веси, Данилович! Вы что там? Ты мужика вытворил, Билл? Говори! Все равно нож на экспертизу отправим! Ну! Я! Не надо было нарываться! Я к нему как к человеку, а он... Давай. Давай. Ого! Здорово, Ёршин! Не спится? Это мужики, возьмите третьему. Трубы горят, дома ни капли. Третьему. Ёрш, сколько раз тебе в долг наливали? Хватит. Заплатишь, тогда садись. Я и заплачу. Вот. Плачу. Вот. Че, у тебя обменник, что ли? Нормальные деньги давай. Винь, ну других нету. Ну это много больше, чем я тебе должен. Ну, бери, будь человеком. Возьми свои флантики и иди сам на них отуваривайся, раз такой умный. Вали давай. Козел. Че ты сказал? Возьми свои слова обратно, Ёршин. А с какой стати, Веня, если ты козел? Где доллары? Вот. Не пропадает же добру. Ёршов сам виноват, а у нас за базар отвечать надо. А у нас надо отвечать за преступление. Спокойно, Вань, спокойно, спокойно. Вызывай группу. Спускать этих товарищей. Нож на экспертизу. А их допросить, когда протезеют. Второй, прием. Сергей Михайлович, доброе утро. Следует, Семин. Здравствуйте. Здравствуйте. А что, что-то случилось? Да. Скажите, на этой фотографии вы и ваша знакомая Елена Воробьева. Да. Это наш школьный снимок. А откуда он у вас? От родственников Воробьевой. Меня интересует третий человек на этом фото. Это Аркадий Осипов. Наш сленый одноклассник. Мы раньше все здесь жили в Ельне. А почему вас это интересует? Сергей Михайлович, я веду дело об убийстве вашей одноклассницы Воробьевой. Лену убили? Утром воскресенье. Вы извините меня. Дело в том, что Лена не чужой мне человек. Я понимаю. Но будьте готовы, мне нужно задать вам несколько вопросов. Да, задавайте. Что связывало Осипова и Воробьеву? В школе у Лены с Аркашей был бурный роман. Мечтали о свадьбе. Ну, а потом Осипова призвали в погранвойска на границу с Таджикистаном. А когда срок службы закончился, он остался еще на год. Он остался с контрактниками. То есть домой в срок он не вернулся? Нет. Лена тогда бросилась его искать. Обратилась в военкомат, а там сказали, что он попал в плен к боевикам. И они его расстреляли. От таких новостей Лена попала в больницу, а мать, она вообще не перенесла. Умерла через два месяца. Скажите, пожалуйста, а выжить Осипов не мог? Правильный вопрос. Позавчера возвращаюсь с работы, навстречу мужичонку. Серега, Кочкин, ты. Оказалось, Аркаши, я даже не узнал его сначала. Ну, вот он и рассказал, что боевики его помиловали. Субтитры делал DimaTorzok 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 Там уже много лет живут чужие люди. Как так получилось, не знаю. Аркадий единственный наследник. Вот от меня как раз собирался пойти туда, узнать, в чем дело. Продиктуйте адресок. Простой записывайте. Ленина 95-95. Спасибо. Елисей Данилович, есть новости. Второго сдачу узнал его одноклассник из Ельни. Это Осипов Аркадий Андреевич. Сейчас иду по его старому адресу. Может там что-нибудь узнать, сюда же. Осипов Аркадий? Спасибо, Игорь, держи меня в курсе. Привет, Петь. Мне нужна информация по Осипову Аркадию Андреевичу. 78-го года рождения. В 95-м он, как и Кочкин, жил в Ельне. Конечно, срочно. Когда-то было по-другому. Елисей Данилович, здесь вроде бы все осмотрели. Вроде бы это не ответ. Ну и что? Похоже, убийцы из квартиры здесь не было. Собака ничего не чувствует. Попробуйте взять след у подъезда. Пойдем, ко мне. Рядом. Да, ну и разгром. Что ищем, Елисей Данилович? Пока не знаю. Но проверить нужно каждый сантиметр. И понять, почему скромный сантехник стал разбрасываться стодолларовыми купюрами. Руку, Козлов. Нечего мне руки марать. В базе посмотри. Там есть. Ну тогда поднимайтесь. Вас сейчас отведут в камеру. Следующий. Сволочь. Веня, ты сиди делал. Тебя не впервые. А меня из-за тебя как сам участника закроют. Ребята, разведите их по разным камерам. Сволочь. И по какому поводу к нам полиция? Да еще из Белогорска. Мы что, в чем-то провинились? Надеюсь, что нет. Граждане Молевы. Ну, рассказывайте, как вам попала партия? Я тебе говорила, что этим дело не кончится. Теперь нас вообще из квартиры выгонят. Подожди, подожди, перестань. Пока же еще ничего не случилось. Витючем дело. Недавно к нам приходил человек. Не этот? Который с девушкой. Да, именно этот. Что это, он к вам обратился? Продолжайте, пожалуйста. Как он вам представился? Чуть ли не хозяином квартиры. Погодите, погодите. Эта квартира моей матери. Она здесь жила. Но она умерла. И я единственный наследник. По какому праву вы здесь живете? Падой человек. Я не знаю, откуда вы появились. Но в этой квартире мы живем уже больше четырех лет. И купили мы ее по закону через агентство. Агентство? Хорошо. Кто, кто? Что за агентство? Кто конкретно вам ее продал? Такое вам дело? Я вас вообще впервые вижу. Ну хорошо. Если вы так не хотите отвечать, я ведь могу сюда прийти с полиции. Вам в любом случае придется ответить на этот вопрос. Вера, у кого мы купили квартиру? У Осипова Аркадия Андреевича. Осипова? Как Осипова? Я Осипов Аркадий Андреевич. Нет, тот Осипов был другой. А ну-ка, покажите паспорт. У меня документы утеряны, но я сейчас их восстанавливаю. Вот справка, если вы мне не верите. Молодой человек, в нашей стране можно нарисовать любую справку. Уходите отсюда. Уходите немедленно, иначе я сейчас... Это, я... Я вызову полицию! Загляните, у нас все законно. Это свидетельство о государственной регистрации собственности. Тот человек, который приходил, он сказал, что он поедет к Осипову, который нам квартиру продал. А адрес мы ему сказали. Так он же и в договоре был написан, что не надо было говорить. Вера, раз переживалась, а я говорю, что по всем документам квартира наша. Я перепишу адрес и паспорт на данные продавца. Да-да, конечно. Скажите, а нас из квартиры не выгонят? Гражданка Молева, успокойтесь. Никто вас отсюда уже не выгонит. Елисей Данилович, есть новости. Осипов был в своей квартире в Ельне, но она уже законно продана другим людям. А в продавцах знаете кто? Сам Аркадий и Осипов. Еще один Осипов? Так, а если вернувшийся Аркадий встретился с ним, то... Игорь, свяжись с Петей, пусть пробьет этого товарища по базе. Нужно съездить по его адресу. Давай. Елисей Данилович, с виду все чисто. Но мне кажется, если у сантехника и были баксы, то их, скорее всего, нашел убийца Неверово. Ищем, Ваня, ищем. Возможно, убийца не нашел то, что искал. А он явно искал. И не факт, что деньги. Приведи понятых. Лучше кого-нибудь из соседей. Хорошо. Ну ничего себе. Елисей Данилович, докладываю. Хотите верьте, хотите нет, но получается, что Аркадий Осипов жив. Да, прописан в Белогурске. Работает на оборонном заводе, в несекретном цехе, который занимается производством пылесосов. Но самое интересное, в паспорте на имя Осипова до девяносто девятого года было фото одного человека, а после уже другого. Как раз в этом году он обратился в паспортный стол с испорченным документом. Да, хорошо, сейчас вышли на электронку. Ну ничего себе. Вот это да. Аркадий Осипов, вот его дело. Хотите посмотреть? Конечно. С 78-го года рождения. Ушел в армию в 97-м. В 99-м заключил контракт еще на год службы на афганно-таджикской границе. Затем попал в плен, бежал и жил в Афганистане до 2008-го года. Потом вернулся и пришел к нам. Зачем? Ну ему нужен был военный билет. Его не брали на работу. Скажите, пожалуйста, вы выдавали военный билет? Разумеется. У нас фотография есть из дела. Скажите, вы выдавали военный билет этому человеку? Нет, это не он. Аркадий Осипов выглядит по-другому. Как? Мужчина обычный. Выглядит немного старше своих лет. Но мне он тогда еще показался таким замученным. Вясное дело такое пережить. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Принеси, пожалуйста. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да, конечно. Передам. Петь, это снова Протасов. Сейчас тебе чертежик один принесут. Выжми из него максимум информации. Жду. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Елисей Леонидович! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот, пожалуйста. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Волотов! Да! Понятых сюда! Проходите сюда, пожалуйста, понятые! Граждане понятые, прошу вас зафиксировать факт изъятия. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Иван, у нас Ершов на оборонном заводе трудился. А доступ в секретный цех имел? Да, имел. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Какой у нас интересный сантехник получается. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Боря, в ходе расследования преступления на даче выяснилось, что, по документам убитого, много лет проживает другой человек. В данный момент он работает на Белогорском оборонном заводе. Подожди, подожди. Ты хочешь сказать, что на секретном заводе работает не тот человек, за которого себя выдает? Так точно. Под чужим именем. И факты есть. Вот что, Леший, бери материалы по этому делу и срочно ко мне. Я пока с ПСБ свяжусь. Понял, Боря, еду. Елисей Данилович, я созвонился с Патолгоанатовым. Он утверждает, что двойное убийство на даче и убийство Неверова совершены одним и тем же человеком. Совпадает орудие убийства. Отпечатки на ноже совпадают с отпечатками на даче Воробьевой. Преступник ростом выше среднего и, похоже, хорошо натаскан. Спасибо, Вань. Мне нужно срочно ехать, проведешь осмотр самостоятельно. Если что-то интересное, звони на мобильный. Хорошо, сделаем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Игорь, там никого. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да, Елисей Данилович. Семин, что в квартире Осипова? В квартире Осипова никого. Обыск производим. Хорошо, вызову группу. Дорожите? Угу. Заходи, давай. Вот, пожалуйста, знакомься. Дмитрий Васильевич. Елисей Данилович. Ну, вот что, на нашем номерном заводе ЧП пропал электронный блок новейшего оружия, которое недавно разработали наши ученые. ФСБ России, военная контрразведка уже ведут свои расследования, а теперь подключили и нас. Вот, есть к тебе несколько вопросов. Елисей Данилович, расскажите, пожалуйста, все, что вы знаете. На этой фотографии Осипов Аркадий Андреевич. На самом деле, это другой человек, который живет по его документам уже несколько лет. Вероятнее всего, это и есть тот убийца, которого ищу я, и тот человек, который нужен вам. Допустим. Но я помню досье на этого Осипова. У него не было никакого допуска в секретные цеха. Правильно, поэтому он и завербовал мастера тепловой коммуникации Ершова, сантехника, который был убит сегодня утром. У вас есть доказательства? Пока только предположения. Ершова тоже он убил? Нет, убийцу сантехника мы уже взяли. Когда Ершов получил деньги от Осипова, он пил несколько дней, пил беспробудно, и был убит во дворе собственного дома в ходе бытового конфликта с местными картежниками. Могу предположить, что Осипов не получил от Ершова то, что тот украл на заводе. Поэтому Осипов и явился в квартиру Ершова. Хорошо, мы проанализируем ваши данные. Борис Борисович, могу я идти? Тут вся информация на Осипова и на Ершова. Да, хорошо, спасибо. Спасибо, Ершик Владимирович. Спасибо. Девушка, если идти с ним до конца, то для мороженого места не останется. Так, Даня, не перестань бурчать. А то я сейчас так утрамбую, что останется не только для мороженого. Ешь. Алло. Да, Полин. Привет, я соскучилась. Ну, я тоже соскучился. Увидимся сегодня. Нет, сегодня не получится. У меня внук останется ночевать. Тогда в следующий раз. Да. Ну, хорошо. Целую. Пока. Ну? Все. И что надо сказать? Устал. Так, я не понял. Спасибо, дедушка. Пожалуйста, внучечек. Добавки? Нет. А мороженое? Завтра. Правильно. А почему? Потому что нас ждет сюрприз. Далеко? Вон там. А, сюрприз! А где сюрприз? Иван Андреевич, теперь вот эта комната твоя. Это за бабушкино место. Ну, бабушка ушла. Навсегда. Так что можешь здесь делать все, что захочешь. И приведи сюда все игрушки. Ну, все не нужно. Ну, оставь немножко у родителей. И, иду я. А вот он будет, и приходит в таки. Играть в мяч? Конечно. Но завтра. А сегодня пора готовиться к сну. Давай. Спокойной ночи. Играть в Мальчик. Играть в Мальчик. Играть в Мальчик. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Какие новости? Все совпало. Это кусок карты и схемы подземной коммуникации в Дурогорске. А какой конкретно район? Это коммуникации под оборонным заводом. А вот это место конкретно обозначено каракулей, это уже за территорией. Ну что, видимо, эту карту искали у Вершова. Это еще не все. Вот отпечатки, снятые Семеном в квартире Осипова. Они совпали с некоторыми отпечатками с дачи Воробьевой и с квартирой сантехникой Вершова. А вот это очень вовремя. Помог? Это слово. Борь, неужели ты не понимаешь, что у главного инженера по технике безопасности оборонного завода не может не быть схемы подземных коммуникаций? Вот ты опытный исследователь. Скажи, мне не кажется, тебе вся эта история фантастикой? Фантастикой? С оборонного завода украден электронный блок. Убит наш сотрудник. А инженер по технике безопасности... Ну все, 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 что ты заводишься? Убедил. Делай, что считаешь нужно. Я должен обыскать кабинет Осипова. Еду на завод. Там сейчас Орлик. Предупреди его. В курсе меня держи. Значит так, товарищи коллеги, вот человек, которого нужно выловить во что бы то ни стало. Артем, размножь фото. Оповезьте всех. ТПС, ППС, участковых. Особое внимание уделите территории оборонного завода. Обыщите все. Гостиницы, отели, мотели. Он должен был где-то остановиться, если еще не сбежал из города. А если сбежал? Думаем, вряд ли. Мы его объявили в федеральный розыск. Но прежде всего, искать его нужно здесь. Все ясно? Да. Действуйте. Есть. Ну что, ничего? Должно же что-то быть. Елисей Танилович, давайте, вы будете заниматься своей версией, а мы отрабатывать свою. А она у вас есть? Наши аналитики работают над этим, коллега. Вам еще что-нибудь показать? Скажите, а у вас есть что-то вроде раздевалки, где хранится спецодежда для спуска в коммуникации? Конечно, есть. А спецодежда, это просто музыка. Давайте посмотрим. Пройдем. Вот они их, косинечки. Сколько должно быть комплектов? Пять штук. Новенькие. Недавно пришли. А старые мы списали. Тут только четыре. Где недостающий? Ключи только у меня. И в сантехника Ершова. Я сегодня никому не открывал. Скажите, вам вот эта схема знакома? Разумеется. Я уж пятнадцать лет работаю. Это старая схема канализации. Тут, где вы закорючку поставили, тут спуск. Думаю, недостающий комплект УЗК у инженера по технике безопасности. Елисей, ну даже если допустить, что вы правы, дальше-то что? А дальше то, что Осипов по долгу службы имеет такую же схему. Только он не знает, где тайник. В отличие от нас. Осипов в бегах. На заводе о нем все предупреждены от директора до уборщицы. Как он может проникнуть сюда? Скажите, система коммуникации завода сообщается с городской? Разумеется. Система общая. Ну вот вам и ответ. Единственный способ вынести деталь с завода, это спустить ее в канализацию. А так как система коммуникации завода сообщается с городской, можно выйти в любой точке города. Хоть в центре. Наверняка Ершов знал ее, как свои пять пальцев. Поэтому он и нужен был Осипову. Теперь Осипов ищет то, что не передал ему Ершов. Покажите мне место спуска в коммуникации. Елисей Данилович, давайте действовать последовательно. Соберем совещание, составим план мероприятий, установим видеонаблюдение. Пока вы составите план мероприятий, шпион уйдет. Ротасов этим делом будут заниматься специалисты. Или вы сами полезете в канализацию. А для чего я по вашему ОЗК надел? Давайте действовать по инструкции. По какой? Которого еще нет? Я доложу своему и вашему начальству, что вы срываете спецоперацию ФСБ. Докладывайте. КОНЕЦ 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Почему Протасову помощь людей не дали? Борис Борисович, извините, я не мог действовать вслепую. Надо было разобраться сначала, а ждать он не хотел. Живой. Думаю, ничего страшного, скоро придет в себя. Осипов Аркадий Андреевич. Это не Осипов, лже-Осипов. Где Протасов? Борис Борисович, так лучше. Елисей. Что сел? Живой. Видимо, в канализации газом надышался. Этого в больницу. Борис Борисович, вот то, что мы все так долго искали. Спасибо вам за работу Протасова. А, это та, тот самый механизм, ну да. Это не мне спасибо надо говорить, а вот ему, Протасову. Скажу, обязательно скажу. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Здравствуйте. Я Данила Протасов. А это мы не папа и мама. Здравствуйте, Данила Протасов. А я Полина. Данила Протасов Субтитры создавал DimaTorzok